Народный фронт уже много лет оперативно реагирует на проблемы населения республики. Разбитые дороги, не вывезенные вовремя мусор, отсутствие дорожной разметки и еще сотни вопросов, о которых не просто говорят, но и решают. В этот раз эксперты посетили детские сады во Владикавказе. Подробности у Сабины Гатаговой. В 86-м детском саду Владикавказа ребята очень любят прогулки на свежем воздухе. Но из-за погоды это не всегда получается. Все потому, что нет беседок. В прошлом году Народный фронт обратил внимание на проблему. После во дворе появились маленькие домики, всего на 8 детей. А в саду их, к слову, 440. Места всем не хватает. Сегодня эксперты провели очередной рейд с управлением образования. Вопросом уже занялись. Неоднократно мы обращались. И вот сейчас наша проблема уже решается. Уже заключены договора на сегодняшний день. И будут устанавливаться три теневых навеса. Они будут безопасны и комфортны. Теневые навесы обязаны строго отвечать всем требованиям и санитарным нормам. Их делают из экологически чистых материалов. Стены и пол из дерева. Крыша из профнастила. В принципе, уже финансовые средства на счету учреждения. Поэтому они уже на стадии заключения договора. Мы пошли по этому пути, чтобы это было более оперативно. И сами учреждения заключают как юридические лица договора. И сами контролируют. А в 47-м детском саду дождь или солнце уже не проблема. Это уютная беседка. Теперь любимое место и воспитателей. Когда все малыши в одном месте, за ними легче присматривать. Плюс в них можно проводить разные веселые мероприятия. Такая работа активно набирает обороты. В ближайшее время уже 12 беседок появятся в детских садах города. Договоры заключили. Есть и подрядчики на одного ребенка минимум один квадратный метр. Если в группе больше 15 детей, то минимальная площадь навеса должна быть 20 квадратных метров. Поменялись санпины. Буквально несколько лет назад приняли новые санпины. По детским образовательным организациям. И они должны отвечать этим требованиям. Новые подрядчики это изготавливают. На этот год запланировано 6 учреждений. И в них мы от 2 до 3 навесов планируем сделать. Стараемся так, чтобы у нас в летний период они уже были установлены. Ход работ под строгим контролем народного фронта. Активисты регулярно проводят мониторинг в детских садах. Главная задача – создать комфортные и безопасные условия для ребят. Сабина Агатагова, Лана Бзыкова. Новости Осетии.